Итак, суть всего этого заключается... Прежде всего, необходимо понять природу того, как все происходит в этой жизни. Для этого вы можете посмотреть либо на это, либо на атом, либо на Вселенную. Если вы хотите увидеть Вселенную, это сложно, потому что у вас нет для этого места в партере. Нет такого стадиона, на котором можно было бы сесть и увидеть всю Вселенную. Это очень сложно. Можно увидеть лишь части. Если вы хотите увидеть атом... Никто еще не видел атома. Вы знали об этом? Даже в самый мощный микроскоп нельзя увидеть атом. Мы можем наблюдать его активность, но сам атом мы никогда не видели. Но нам удалось его расщепить. Мы можем сломать что угодно, даже если мы не видели этого. Сегодня мы этим очень гордимся. Мы можем сломать что угодно. Можем ли мы создать это или нет — другой вопрос. Но сломать мы можем что угодно. Даже если мы не можем что-то увидеть, мы можем это сломать. Но само то, что вы видите и чего вы не видите — все это очень спорно. Что вообще вы можете увидеть? Сейчас вы видите мою руку? Сейчас вы видите мою руку, потому что она останавливает свет. Если бы она не останавливала свет, если бы свет проходил сквозь нее, вы бы ее не увидели. Да? Или другими словами, сейчас ваши зрительные органы способны видеть только то, что останавливает свет. Все, что пропускает свет, вы не можете видеть. Вы не можете увидеть что-то, что пропускает свет. Во-первых, вы не можете увидеть сам свет. Вы сейчас видите свет? Нет. Вы видите только то, что останавливает свет. Если что-то не останавливает свет, вы этого не видите. Очень плохо, не правда ли? Нужно, чтобы вы видели все то, что пропускает свет, потому что все это очень важные вещи. Но сейчас ваши зрительные органы настроены или способны видеть только то, что останавливает свет. То есть, чтобы увидеть жизнь такой, как она есть, прежде всего необходимо развить зрение. Зрение без мыслей. Зрение, которое свободно от мыслей. Говоря свободно от мыслей, я имею в виду свободно от памяти. Сейчас ваше зрение хранит большой объем памяти. Вы сами можете в этом убедиться. Когда вы видите группу людей, если вы посмотрите на нее, если среди сотен людей есть одно знакомое лицо, вы сразу же увидите его. Вы замечали? Замечали такое? Вы идете по улице, там сотни людей, и среди них ваш друг. Если вы посмотрите на этих людей, лицо вашего друга будет видно более отчетливо, потому что работа вашего зрения основана на память. Чем больше у вас памяти, тем лучше вы видите. Если воспоминаний не будет, вы станете неспособны видеть. Память — это накопленное прошлое. Память — это информация. Память — это то, чего не существует, но при этом она ведет себя так, как будто существует на самом деле. Воспоминания более реальны, чем реальность, не правда ли? Да или нет? Я хочу, чтобы вы понимали, все в вашей жизни управляется памятью. Не только карта памяти. Все в жизни. Память — это не только то, что у вас здесь. Все ваше тело — это память. Почему, когда вы съедаете банан, он становится телом мужчины, а когда она съедает банан, телом женщины? Благодаря содержащейся в теле памяти, не так ли? Информация, которая хранится в этом теле, отличается от информации, хранящейся в другом теле. Тот же самый банан становится мужчиной, и тот же самый банан становится женщиной. Да или нет? Или вы едите каждый свои типы бананов? Тоже и с другой едой. У одного человека она становится темной кожей, у другого — светлой. Почему? Из-за хранящейся в вас памяти. Вы помните своего пра-пра-пра-пра-пра-дедушку? Нет. Но его нос у вас на лице. Ваше тело помнит, не так ли? Вы, возможно, и понятия не имеете, кем он был, но ваше тело еще помнит. Оно все еще помнит, какими были ваши предки миллионы лет назад, не правда ли? То есть, то, что вы называете своим телом, это тело памяти. Ваши глаза наполнены памятью. Глаза, хранящие память, зрение, искаженное воспоминаниями, не может ничего видеть таким, как оно есть. Оно будет видеть все так, как ему удобно, потому что это заложено внутри вас. Оно не позволит вам увидеть ничего таким, как оно есть. В традиции мы называем это кармой, потому что это программное обеспечение, которое работает изнутри вас. Оно в вашем теле, в ваших энергиях, в том, какие химические процессы происходят внутри вас, в вашем мозгу, в вашем уме, везде. У вашей физической энергии есть память. У каждого человека энергия ведет себя иначе, не так, как у другого человека, из-за памяти, которая в ней заключена. Если вы хотите избавиться от этого, это долгий процесс. И если вы добьетесь этого, ваши личности, ваше тело растворятся. Другой способ создать дистанцию, просто держите это на небольшом расстоянии. Захотите поиграть? Играйте. Но когда захотите выключить, вы должны знать, как это сделать. Для этого требуется внешнее зрение. Сейчас ваш слух хранит воспоминания, ваше зрение хранит воспоминания, ваш язык хранит воспоминания. Почему? Если вы из Карнатоки и приезжаете на север Индии, еда кажется вам невкусной, потому что ваш язык хранит воспоминания. Да или нет? Вы испытывали такое? Вы приезжаете на север, там едят «Алу Баджи, алу…» «Алу Матар, алу Палак, алу Парота, алу, 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 алу». Вы просто не можете там оставаться. Потому что ваш язык хранит воспоминания. Ему нужны привычные вещи, иначе он будет страдать. Хранение воспоминаний означает, что вас опутывает кокон прошлого. И он не позволяет вам двигаться в настоящее. Кокон прошлого опутывает вас, и вы позволяете ему это делать, потому что в этом коконе вы ощущаете себя в безопасности. Вы в безопасности. Но эта безопасность также означает лишение свободы. Если закрыть вас в сейф, вы будете в безопасности, не так ли? Но проблема в том, что вы не сможете оттуда выбраться. В этом-то и вся проблема. Стены, которые вы строите для самозащиты, становятся стенами вашей тюрьмы. Такова природа жизни. Неважно, закрываете ли вы себя изнутри, или кто-то закрывает вас снаружи. Пока дверь остается закрытой, абсолютно все равно, закрыл ли вас кто-то снаружи, или вы закрылись изнутри. В любом случае, вы в тюрьме, не так ли? По крайней мере, если кто-то закрыл вас снаружи, можно хотя бы жаловаться и кричать. Если вы сами закрыли себя изнутри, вы можете только расстраиваться. Кричать нет смысла. На кого вам кричать? Так что этот процесс, который мы рассматриваем, заключается в том, что память отпечатывается на всех уровнях. вплоть до уровня элементов. Действие памяти начинается сразу после уровня пяти элементов. Поэтому, если речь идет о карме, это не какая-то одна простая формула. Знаете, говорят теория кармы. Мы не говорим о какой-то теории. Мы имеем в виду определенную реальность. Карма означает память. Действие и память. Прошлое действие существует только в форме памяти, не правда ли? Да? Память — это не только то, что вы храните здесь. Каждая клетка в вашем теле хранит свою память. Поэтому один атом ведет себя иначе по сравнению с другим. Хотя состоит из тех же частей, потому что у него есть память. У атома водорода одна память, у кислорода другая. Если их не смешивать, все так и останется. У них свой небольшой круг. У вас немного больший. У Вселенной гораздо больший круг. Но всем управляет память. Поэтому карма означает не какую-то концепцию или философию. Это определенная реальность, которая проявляется в том, кто вы есть. Сама форма, которую принимает ваше тело, все это из-за памяти. Если птица съедает манго, оно становится птицей. Если червяк съедает манго, оно становится червяком. Если вы съедаете манго, оно становится человеком. Одно и то же манго. Но оно может стать чем угодно. В зависимости от памяти, не так ли? То, что мы называем семенем. Если посадить семя в одну и ту же почву, здесь посадить манго, здесь в ту же почву яблоню. Это будет приносить только яблоки, это только манго. В газетах была такая фотография, где на хлебном дереве растут бананы. Это другое. Вы видели эту фотографию? Вы все из Бангалоры или из Диванагалии? Не видели? По какой-то причине на хлебном дереве выросла гроздь бананов. Это исключение. Это произошло, потому что что-то перепуталось. Мы не знаем, кто все перепутал. Но в сущности, если в одну и ту же почву вы сажаете семечко яблони и манго, на этом вырастут только яблоки, на этом только манго. Потому что семя — это определенное количество памяти, не так ли? Неважно, семя ли это дерево, или семя вашего отца, вошедшее в чрево вашей матери. Все равно это просто память и только память. Не правда ли? Это и есть карма. И она уходит далеко вглубь, до самого уровня элементов. Все является памятью до самого уровня элементов. Только чистые элементы свободны от памяти. Поэтому, когда мы начинаем, мы начинаем с бутэша. Потому что это самое важное. Он овладел элементами. Вот почему мы склоняемся перед ним. Потому что он овладел элементами. Из-за того, что он овладел элементами, его зрение свободно от памяти. Незапятнанное зрение, которое видит все таким, как оно есть. Так что йога означает развить зрение, неискаженное памятью, которое просто видит. Видит все неискаженным памятью. Просто видит таким, как оно есть. Тогда вы сможете увидеть то, что не останавливает свет. Сейчас эти два глаза видят только то, что останавливает свет. Если вы начнете видеть то, что не останавливает свет, значит, начало функционировать другое измерение вашего зрения.